Слава Украине! Приветствую от Полонского! Санкции, не всякого сомнения, очень полезны. И об этом говорят приключения российского этого газодобывающего комплекса и комплекса по переработке сжиженного в сжиженный газ, Арктик, СПГ-2. Путин сумасшедшим образом рассчитывал на него. Помните, ставил свои, как и реца, задачи. У Путина все задачи невыполнимы, то есть это такая пропаганда просто. Но тем не менее, он ставил задачи утроить экспорт СПГ, поскольку трубопроводный газ у них пропал, но СПГ остается и оставался. Он хотел утроить этот СПГ до 30-го года. И вот тот самый Новотек, который владеет этим Арктик, СПГ-2, должен был принять в этом активнейшее участие и быть, пожалуй, ключевой фигурой в этом самом экспорте газа. Что же получилось на самом деле? На самом деле, друзья мои, получился полный пшик. Рассказываю, значит, что там произошло. Они загрузили три танкера после введения санкций. Санкции ввели еще в конце 23-го года, частично сейчас. Ну, короче говоря, все это дело стопорнулось, в том числе вот эти самые три танкера. Это интересно, да? Газодобывающий, ой, извините, газодобывающий танкер по СПГ, по перевозке СПГ, это большое дело, это сложнейшая махина. Вот, и они загрузили три танкера огромных. И в тот момент, когда их загружали, у них, конечно же, были клиенты на этот газ. Но потом ввели санкции американцы, и, как утверждают сами расшисты, интерес к их газу резко пропал. То есть пропал от слова вообще. Как результат, все три танкера с этим газом болтаются сейчас в море. А после того, как стало понятно, что этот газ никто покупать не хочет, потому что под санкции никто не хочет летать, два из этих танкеров завернули на Мурманск для того, чтобы сгрузить этот газ в плавучее хранилище. Все, то есть капец. А куда потом девать этот СПГ вообще непонятно. Значит, еще один момент очень существенный для этого всего тот, что количество газа, который находится в танкере в процессе перевозки, в процессе хранения всегда неминуемо уменьшается и стремится к нулю в результате. Поэтому очень долго хранить его там тоже не рекомендуется. Так что вот так. Путинский газ больше никому не нужен. Интереса к нему больше никого нет. Ну а он может дальше рассказывать, насколько полезны эти самые санкции. Продолжение следует. Продолжение следует...